Доброе утро, девочки мои! На улице дождь шпарит с утра плюс 10 градусов в общем, дождь будет сегодня идти целый день небо хмурое-хмурое, прям на улице как-то темновато вот, у меня сегодня куча дел, куча дел мусор ну вот как убрали тогда, вот это все, что оставили, вот это и оставили с той стороны ветки, с этой стороны нишки, и там он мусор короче говоря но меня больше всего волнует сейчас батарея 24 октября уже, батарея холодная, вот у меня идет вот так труба идет, идет она вверх я на самом верхнем этаже живу и вот тут вот тут она еще холодная вот тут она теплая а вот этот вот лежак, он идет по всему верху по всем пятым этажам вот он прям кипяток горячая труба как так может быть если тут воздух, почему он не идет вверх ничего не могу понять заявки уже, кучу заявок оставила но сегодня, может придут ну и еще одна проблемка вот ТНС Энерго поверка счетчиков была где-то 12 дней назад и вот передать показания нет возможности по данному номеру лицевого счета приборов учета не найдено а куда прибор этот подевался я не знаю так эта проблема не только у меня у моих соседей тоже самая надо ехать разбираться ну что девочки, я собралась в общем пойду по делам сегодня у меня единственный свободный день сегодня сын забирает Настю поэтому вот мне нужно съездить в ТНС потому что ТНС находится за пределами нашего района и надо будет туда съездить что касается ТНС вот у нас на подъезде висит объявление если его еще не сняли там написано я его даже сфотографировала что там с такого-то по такое-то число там 2-3 дня по-моему будет поверка счетчиков по электроэнергии от ТНС Ростова и в общем обеспечьте доступ к счетчику пришел человек счетчик, показания снял раскрутил там крышку старую пломбу снял новую пломбу повесил распишитесь что у вас счетчик там соответствует тому что там все и пошел и вот я вчера уже разговаривала у моей соседки был этажом ниже там он тоже был у моих тоже знакомых в общем то же самое один к одному то же самое у них но и у них тоже вот заходя в личный кабинет в онлайне когда туда показания давать то есть показания сдать и там уже написано как вы видели что счетчик не обнаружен хотя показания сдавать они там просят с 23 по 25 число сегодня уже 24 показания передать невозможно по-любому надо ехать и разбираться потому что в следующий раз я поехать смогу только через неделю а мне придет уже счет за по норме как по норме по норме у меня тут прописано еще двое моих детей я в общем то ну как бы по счетчику плачу поэтому я детей не спешила у меня не было времени поехать там их как бы убрать все равно по счетчику сколько я потратила столько плачу а сейчас по социуму нормы за троих там в общем сумма получается большая почти 900 рублей в общем короче говоря надо в ТНС по-любому ехать что касается батареи значит батарею вы мне даже кто-то написал пишите все равно они там без выходных работают звоните вернее я позвонила у нас только к диспетчеру можно дозвониться и она принимает заявки какие надо в общем я с диспетчером поговорила вчера выходной я позвонила и сказала какие какая проблема у нас что горячая вот она там длинная у всех соседей справа слева по всем стоякам везде горячие батареи вот мой стояк и я еще прошла вчера по соседям кто ниже меня живет у них тоже холодная батарея я им сказала тоже заявки пооставляйте чтобы было заявок побольше чтобы нам в первую очередь пришли и в общем я думаю что к нам наверное сегодня может быть придут наверное может быть я вот так вот думаю потому что кто его знает вот обещали мне в четверг обещали в пятницу придет но не пришел сантехник в общем я даже не знаю честно говоря куда мне сегодня вперед бежать потому что я не знаю во сколько придет сантехник и в то же время съездить в ТНС я не могу пропустить этот день по любому поэтому я в общем-то в ТНС в любом случае должна поехать вот ну спустите воздух это могут только соседи мои но мы каждый день открываем тот кран где воздух спускается ничего не выходит ни воздух даже не дышит вообще ничего никакого оживления не происходит в этом кране ну и в общем-то соседка мне говорит что это слабое давление в общем должны давление как бы дать чтобы оттуда пошел воздух вода вот она пофырка и пофырка должны в эти воздушные вот эти вот массы как бы выйти хотя я с ней вот спорю я говорю слушай если сверху у меня горячая батарея значит в ней горячая вода логично логично от нее идет батарея ну труба идет вниз и вот эта труба она холодная если в ней значит воздух получается воздух всегда легче воды он должен подниматься вверх а вода опускаться вниз логично логично я говорю каким образом тут может быть вода в этой трубе а в этой трубе воздух но он должен все равно как бы подниматься вверх, эта вода должна спускаться. В общем, я не знаю эту систему, как она работает, честно говоря, я по логике же пытаюсь рассуждать, ну, как по законам физики вроде как. Ну, может быть, я чего-то не понимаю. Не знаю, пусть специалисты разбираются. В общем, короче говоря, я собралась, на улице дождь, отвратительная погода, короче, прям пасмурно, пасмурно. Беру зонтик, одеваюсь я и шлепаю. Сейчас там должна быть планерка в жилу. Я вот думаю, может быть, заскочить туда. Мне бы хотелось бы увидеть. Позвонить туда просто бесполезно. Я, конечно, попробую сейчас набрать, но я вряд ли туда дозвонюсь. Это надо туда телевкой. В общем, девочки, сегодня, как вы поняли, у меня будет вот такой вот влог, посвященный всем коммунальным проблемам. Мусор я пока отодвигаю на задний план, потому что это меня лично не касается. Это не срочно. Это можно и завтра, если что, сделать. Потому что сразу в кучу складывать не буду. В общем, ТНС у меня и батарея сегодня у меня. Поехали. Вот, кстати говоря, висит до сих пор вот это объявление. Обычное объявление, что ТНС, энерго, всё. Плановая проверка приборов учёта электрической энергии. Здесь с 11 по 13 октября. Всё. Все предоставили приборы. И где теперь наши счётчики. Вот и заодно я вам покажу поближе. Вот у нас мусорная точка. Вот эти мешки никто не вывез. Ну, тут какие-то вот гипсолид, какие-то вот это вот тоже никто не забрал. Шины не забрал. Короче, они ветки не забирают, я смотрю. Никто тут не убирает у нас, не подметает. Вот эти ветки, целая куча веток осталось. Кто их будет вывозить, эти ветки, понятия не имею. В общем, короче говоря, бардак, срач. Ужасно, ужасно всё это у нас тут выглядит. А, кстати говоря, мне соседи говорят, может быть, этот какой-то из ТНС приходил, какой-нибудь левый мужик. Я говорю, ну, если бы он был левый, а как бы он смог бы наши приборы учёта снять с учёта? Наши приборы, вот эти вот счётчики, снять с учёта? Если бы он не имел никакого отношения к ТНС, откуда бы у него был бы там доступ, просто их снять с учёта? Я не знаю. Ой, в общем, короче, факт в том, что хреново работает у нас коммунальщику все. Лучше бы я не допускала бы этого мужика до поверки этой счётчиков. И мне не пришлось бы сегодня выходной, свой свободный день ехать в чёрти куда в Нахичевань на Буйнакскую 5 в ТНС для того, чтобы выяснять вот этот момент. Вот. И так же вот батареи. Уже сколько раз я говорила и сколько оставляла за яхты. То ли сантехники некомпетентные, но они должны уже проверить, что, какая причина. Если действительно давление, значит, надо дать давление, убедиться, что у всех горячая батарея. Короче говоря, надо идти и всё это выяснять. Погнала я. Решила я, девочки, всё-таки зайти сейчас в ЖЭО. Ну, во-первых, это потому, что рядом. И у них сейчас должна начаться планёрка. Я надеюсь застать на месте тех людей, кто мне нужен, да. Может быть, удастся с ними пообщаться. И если они планируют сейчас пойти батареями заниматься, то я вернусь вместе с ними. Сделаем батареи и потом поеду в ТНС. Если что, после перерыва. Но если они сейчас не планируют, то я тогда сейчас сорвану в ТНС. В общем, короче говоря, буду действовать по обстоятельствам. Не знаю. Вот сегодня такой день стумбурный. И я, честно говоря, вижу цели. Какие ждут препятствия, я не знаю. Ладно. Я там внутри снимать не буду. Потом расскажу, что там. Что там сказали, что там собираются сделать. Фу, девочки, вышла я из ЖЭУ. Короче говоря, я в шоке. Вот просто проблема на проблеме. И черт его знает, за что вперед хвататься. Короче говоря, сейчас я иду домой. Потому что в ТНС, чтобы поехать. Я выяснила, что там за проблема в ТНС. Короче говоря, все приборы учета, то есть счетчики, снялись с учета во всех домах, которые являются бывшими общежитиями. в ТНС. Это потому, чтобы все люди с документами, подтверждающими собственность, площадь, на которой они там находятся, которому прикреплен прибор, чтобы они доказали, что они никаких там самозахватов не делали, что они платят только за свою квартиру, владеют только своей квартирой. в общем, какие-то у кого-то кладовки или какие-то там, ну вот у нас, например, раньше там, где был душ, там сейчас квартира, люди живут. Ну, я не знаю, у нас просто сначала людей расселили, когда перестройка была, поотдавали все подсобные помещения и так далее, а потом люди уже их приватизировали как квартиры. В общем, короче говоря, целое дело. Я взяла документы, но оказывается не все. Короче, надо там все на собственность, ИГРН там, выписка, то да сё, короче, сейчас всё, что есть, сгребу и возьму всё, что есть. Вот. И это ещё даже не всё. Это я поговорила в ЖЭУ, значит, мне там сказали, что многих людей, я говорю, я представляю, сколько там сейчас народу, а ну-ка, сколько квартир, сколько людей, сейчас скинутся показания приборов сдавать, а они не могут. Сейчас все будут по нормативам платить, пока не докажут, что я не осёл, да? В шоке. Вот. Она говорит, некоторых даже оттуда посылают прямо к ней, в ЖЭУ идите, говорит, обращайтесь. Она говорит, а что они посылают сюда, если мы к этому отношения не имеем? Ну, в общем, короче, с этим надо ещё разбираться, этот вопрос решать. Я говорю, короче говоря, я пришла по батарее сюда, к вам, и я не знаю сейчас, куда мне вперёд бежать. Я встретилась с этим мастером, который распределяет сантехников, ещё раз спокойно пообщалась с ним. Я говорю, вы мне объясните, как так у меня верхняя труба горячая, горизонтальная, вертикальная, холодная. Он говорит, ну, это такая система замкнутая, и вот такое, да, такое может быть там пропло. Я говорю, ну, это возможно, что, допустим, недостаточное давление? Он говорит, конечно. Я говорю, а как давление, попросить, чтобы дали давление, чтобы мы воздух выпустили? Он говорит, сейчас не схожу, потому что, говорит, прорыв на прорыве, давление сейчас не дают пока. Прорыв на прорыве, понимаете, как готовились у нас в зиме. Я говорю, так мне что сейчас, идти домой сантехника ждать или ехать в ТНС? Я говорю, мне в ТНС съездить, пожарки поехали. Я говорю, мне в ТНС съездить, есть только вот сегодня один день я свободно могу съездить. Он говорит, поезжайте в ТНС. Я говорю, в любом случае, если вдруг там придет сантехника, у меня сосед дома, предупрежден, дверь он откроет, чтобы вы посмотрели, что и убедились, что действительно воздух не выходит. Открываем кран, там, где воздух мы спускаем. А воздух не выходит, вообще ничего не дышит там даже, не течет, не дышит, ничего. ничего нету. Короче, я так понимаю, что отопление пока складывается, я не знаю, на какой срок, будем пока мерзнуть. А в ТНС сейчас надо ехать, очередь там будет, наверное, огромная или что, эту очередь надо будет еще там выстоять. и еще не факт, что все документы подойдут, может, там еще что-то надо. Ой, я в шоке, я уже, я уже в шоке. Ну, по крайней мере, мне надо в любом случае, даже если какое-то время это будет длиться, вот эта канитель, в любом случае, мне надо ехать и чтобы детей моих ну, убрали с квитанции, если по нормативу платить, то как за одного человека, в принципе, там сумма, ну, не сильно большая разница будет, если я буду платить только за одного человека. А если за троих, конечно, это жесть. Так что ехать мне нужно в любом случае. Но я, конечно, в шоке. Зачем они это затеяли? И самое главное, вовремя. Вот сейчас отопление, сейчас люди бегают, решают вопросы, прорывы там, у кого-то не затопило чего-то. И вот в этот же момент тут же решили добавить еще счетчики. А люди работают, им надо как-то, я не знаю, что в ТНС попасть в будние дни, с работы отпрашиваться или что. Хлопот нам добавляют. Вот удумали, я не знаю. Ну, все, короче говоря, иду домой, сейчас быстренько соберу все и поеду. Посмотрим, что будет дальше в этом ТНС. Все, девочки, следующий заплыв, короче, взяла документы, взяла я техпаспорт квартиры, что там у меня еще. договор свидетельства о собственности. В общем, все, что там было, в общем, взяла. Надеюсь, достаточно документов взяла. Вот. И, короче говоря, сейчас я еду в ТНС, что-то меня ждет, мы узнаем с вами позже. Я стараюсь выдохнуть, не нервничать, потому что я подготовлена, потому что там сейчас может быть и очередь большая, может быть, документов каких-то, чего-то там не хватит, как обычно. Ну, если не съездаю, то я не узнаю, правильно? Значит, надо ехать. Дай Бог, чтобы всего хватило за один раз, чтобы я сегодня все сделала, и чтобы мне не пришлось ехать еще раз. Я на это очень как бы надеюсь, но посмотрим. В общем, короче говоря, проблема эта оказывается не только у меня, но я, по крайней мере, уже хоть немножко осведомлена, а многие у нас из жильцов еще и не знают, что их ждет впереди. Поэтому все, двигаемся. Все, девочки, я вышла с автобуса. Хорошо, что сюда не только 54-й, но и 66-й еще с Александровки ходит. Короче, это 20-я линия и вот перекресток улицы Ченцова. Может быть, не все знают, где находится улица Буйнакская. Кстати, вот из моих соседей спрашивают, а где Буйнакская? Я говорю, вы знаете, где Ченцова? Знаем. И вот эта Ченцова, она и есть Буйнакская чуть дальше. Вот здесь она Ченцова написана, а сейчас вот эта 20-я линия, я пойду до 28-й линии и там дальше она уже перейдет, плавно перетечет и будет называться Буйнакская улица. В принципе, тут идти 5 минут всего-то, потому что эти проволочки линии, они такие коротенькие, вот была 20-я, а вот впереди уже угол 22-я линия. Здесь линии идут почетными, почетными, четными числами в общем. Ну и все. Потом 24-я, 26-я, 28-я и я приду. Странное дело, я шла оттуда, вот там 26-я линия, там заканчивается Ченцова. По той стороне Ченцова четная сторона. Вот тут уже началась Буйнакская и по той стороне идет нечетная. Мне нужно Буйнакская 5, вот я вижу через дорогу написано Буйнакская 5. Ну не знаю где там ТНС, пойду и скачет переду дорогу. Перешла, теперь надо назад переходить. Все, нашла ТНС, взяла Толунчик. Передо мной два человека, окошек тут 6. В общем, людей не так много, но все по разным проблемам своим. В общем, буду ждать, потом скажу, что мне скажут. Сижу уже 15, не 15, а уже 30 минут сижу. Работает всего два окна, работала, сейчас что-то один ушел, одно окно работает. Ну а в зале 15 человек я насчитала. В общем, короче говоря, полчаса, еще, наверное, еще в лучшем случае полчаса. В общем, не так-то быстро все это. Мало, мало окошек работает, не хватает людей, видимо. Девочки, я вышла, кстати, вот, ТНС тут, пробыла я там полтора часа. Она, наверное, с полчаса только мною занималась. Капец. Короче, это вот, знаете, когда между структурами или там, как они называются, какое-то недопонимание. В общем, что я вам хочу сказать. наш дом, оказывается, она только мне сказала, чуть не упала. Она говорит, а все, я говорю, какие нужны документы, я вот принесла целую пачку для того, чтобы счетчики обратно появились. Она говорит, а ничего не надо, просто ваш дом перевели в статус коммунальный, коммунальный, что-то такое. Я говорю, какой коммунальный? Я говорю, у нас, как бы, изолированный, у нас бывшая, бывшая гостиница, как бы, у нас все квартиры изолированы друг от друга. У нас совершенно нет общего между соседями, нет ни санузла, ни кухни, ничего, ни душевой, все отдельно. Я принесла техпаспорт, показала этих паспорт. Я принесла все документы, начиная вот с ордера, ну, когда приватизация у нас там была, я ей сказала, говорю, в 2005 году нам дали статус жилого дома, то есть, ну, была проверка, так как у нас все изолировано друг от друга, поэтому нам дали статус жилого дома. И мы тогда все приватизировали вот эти свои, ну, как бы, свое жилье, вот эти комнаты, сейчас они называются квартирами. блин, я что-то прямо это, взвинчена немножко. Просто возмущают многие вещи меня, я просто в шоке за какую-то несправедливость какую-то. Вот на ровном месте, знаете, жили-жили, не тужили, блин, с 80 вообще, с 84 года я в этом доме живу, детей родила, вырастила там уже, дети съехали от меня, отдельно живут. И вот начинается у нас тут выяснение, жилой у нас дом или не жилой, или вообще что-то такое. В общем, короче говоря, вот начиная с ордера приватизации, что у нас там из ЕГРН, техпаспорт, квартиры, где там написано, что это квартира, что там площадь такая-то, туда-сюда, схема квартиры, там крали-вали. В общем, я говорю, вот все, что еще, какие вам нужны доказательства, что у нас нету, ну, как бы нету у нас коммунального ничего, у нас все изолировано. Вот. Но она там пошла куда-то, говорит, ну, все нормально, сейчас я ксерокопии поделаю, ну, ваш счетчик поставим, как бы, на обратно. Ну, вы поняли, да? Все, будете по счетчику платить, все нормально. В общем, отксерила она. Я говорю, ну, вот у меня еще заодно, то, что, говорю, у меня дети числятся, ну, я как бы не было времени приехать раньше, они вот у меня ипотеку взяли, отдельно живут, вот документы, туда-сюда, что я живу одна. вот, мне, говорит, с квитанцией еще одного человека, оставься, мне все трех. Ну, в общем, тоже вот это вот оформила она, заявление одно, заявление второе я написала. И, в общем, все она мне оформила, квитанцию выписала, занесла показания счетчиков, я же сфотографировала, нынешние, сегодняшние показания счетчика занесла, квитанция на одного человека, она мне его выкатила и вручила. Все прекрасно, мне осталось только ее платить. Я счастлива. вот, ну, скажу вам, если кто-то столкнется, потому что, я так понимаю, это наш дом, соседний дом, то же самое, который напротив, с моих окон виден. Это будет касаться всех жильцов, а это где-то около 300 квартир у нас, в двух домах. Потом, на конечное, там еще 300 какой-то дом, тоже бывшее общежитие, или, может быть, даже там еще парочка. Ну, короче говоря, я так поняла, что все, все, которые бывшие общежития, в общем, ТНС решила произвести ревизию для того, чтобы выяснить насчет счетчиков, кто потребляет, может быть, в кладовке, у кого-то стоит лампочка, например, а ее потребление как общее, а на самом деле это может быть приватизировано или там чья-то собственная кладовка. Ну, в общем, короче, какие-то помещениям, они будут выяснять, какие помещения, за что человек платит, и все такое прочее. Ревизию решили произвести, ТНС, ТНС энергия наша. Ой, ну я рада, пусть я даже потратила там полтора часа, просидела. Вообще, работают два окошка, люди возмущаются. Я сейчас пока там сидела, людей там набежало куча, потому что впереди меня люди как-то, ну, побыстрее их пропускали, у них не было таких проблем. Вот. А со мной она провозилась где-то с полчаса, и все это время работало только одно окно. Я сейчас выходила, людей стало больше. Я в шоке. В общем, короче говоря, проблем создали, кто только не знаю, и себе, и людям. вот. Ну и, в общем, что я сказала, да, какие нужны документы. Значит, если кто-то с этой проблемой столкнется, из тех, кто, ну, тоже, тоже может такое быть. Значит, что нужно взять? Техпаспорт квартиры, свидетельство о собственности, там, выписка ИГРН, сфотографировать счетчик, чтобы там номер счетчика был виден. Паспорт обязательно сходим. Ну и, я думаю, этого, по-моему, и достаточно. Ветер подует. Девочки, все, короче, еду скорее домой, хочу домой, но я устала. Девочки, я уже приехала домой, и мне как раз пришло письмо, ответ на то, что я писала в чистый город по поводу вывоза мусора. И, в общем, в итоге, что мне тут пишут. Письмо рассмотрено. По результатам сообщаем, что вывоз ТКО от места площадки накопления по указанному адресу осуществляется ежедневно, что подтверждается данными системы спутникового мониторинга ГЛОНАСС. Удаление крупногабаритных отходов производится по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю. Наверное, не чаще хотели написать. Одновременно сообщаем, что по данному адресу установлен факт складирования строительных и растительных отходов. Ну, вот эти ветки и стройматериалы, которые не соответствуют определению ТКО. Вывоз строительных и растительных отходов к обязанностям регионального оператора не относится. Кому относится, непонятно. Указанные отходы подлежат вывозу в соответствии с договором, заключенным с лицами, организациями, обладающими соответствующей разрешительной документацией по нерегулируемой цене. В общем, короче, крайнего теперь не найдешь. Кто этот мусор понакидал, неизвестно, кто его привез. Это не наш мусор. Но, в общем, чистый город не вывозит его. ЖЭО тоже скажет, это не наше. И кто будет убирать, непонятно. Все. заместитель исполнительного директора, директора по инвестиционному развитию Устинова. Ну и дальше написано, если что, значит, звоните по телефону, указанному. Вот тут вот внизу, Михаленко, ТА. Ну, позвоню, спрошу, к кому обращаться, кто это должен делать вообще. В общем, я сделала сегодня только ТНС, батареи все еще холодные, но я так поняла, что пока нам давление не дадут, пока они не исправят все эти прорывы или что там у них, в общем, будем ждать. Ну вот и все. В общем, на сегодняшний день все. Когда батареи включат, я не знаю. Может быть, это будет через несколько дней, может быть, не знаю вообще когда. Поэтому я сейчас видео завершаю. С чистым городом тоже, я так понимаю, еще разбираться долго или не с чистым городом, кто это, жил или не жил, еще надо будет долго выяснять. Но, в общем-то, в следующих видео, там походу, как обычно, я влоги снимаю, буду снимать. И в процессе влогов я вам сообщу, что продвинулась или не продвинулась, в общем, куда я обращалась, кто-нибудь что-нибудь сделал или не сделал. Все. На этом я видео, девочки, заканчиваю. Пусть это видео будет на тему коммунальных проблем, как говорится, да. И все. В общем, пишите у кого какие проблемы, если у кого-то похожие проблемы, куда вы обращались, решили ваши проблемы или нет. Может быть, это поможет мне быстрее, в общем, эти все проблемы наши решить. Все. На этом всем пока-пока. Всех люблю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok